Что вы смотрите на меня? Что вы подумали, что это член оленя? Нет, вы неправильно меня поняли. Смотрите, это шеи индейки. Видите, они бывают разные. Индейка помоложе, потоньше шея постарше индейка. Вот такая мощная мясистая шея у нас. Я буду вам сегодня рассказывать, как готовить шеи. Я вам хочу сказать, что это вообще одна из самых вкусных частей птицы. Сначала нам нужно подготовить овощи. Чтобы там долго не мучиться, я всегда рекомендую взять горелку и просто опалить лук, для того, чтобы он дал вкус более яркий. Как я уже говорил в одном из роликов, мы сегодня будем делать желтый бульон. Все правильно. Это когда мы овощи обжигаем, а мясо остается неизменным. Ну или тот продукт, который собираемся варить. Итак, я вот запек лучок. Ого! Газ у меня выплескивается. Я кидаю лучок сразу в кастрюлю. Имбирь. Смотрите, я очень часто зимой в бульоны добавляю имбирь. Для чего? Там он так сильно не будет пахнуть имбирем на такой объем и мяса, и воды. Вот там 4 кусочка. Не надо его не обжаривать, ничего с ним делать. Он, во-первых, создаст легкий, очень хороший вкус для любой птицы. А китайцы, например, варят бульон, который призван оздоровить человека, только с имбирем. То есть, например, свинина и имбирь, индейка и имбирь, курица и имбирь, не добавляя соли, ничего. Я же, конечно, хочу все это совместить, как и любой другой повар, чтобы было вкусно, чтобы было полезно. Потому что ни для кого не секрет, что по микроэлементам и полезным веществам индейка с легкостью спорит с телятиной. Это одно из самых полезных видов мяса, тем более, что каждый диетолог вам скажет, индейка, да, подходит. И потом, куда я делал нож? Вот он. И потом, вы знаете, о чем я размышлял? О том, что так как у индейки много фосфора в ней, я всегда вспоминаю пошлый анекдот из детства. Помните, когда муж приходит домой, жена ему говорит, сегодня на ужин рыба. Он говорит, зачем мне рыба, мне мясо нужно. Она ему говорит, ну, рыба, очень много в ней фосфора, поэтому она очень полезная. Ну, что он говорит, мне нужно, чтобы у меня стояло не светился. Так вот, в индейке фосфора столько, что мне кажется, что она спокойно может заменить даже рыбу. Ну-ка, понятно, что рыба ничего заменить не может, но по количеству фосфора это прям серьезно, очень крутая штука. Что я делаю? Нужно найти суставчик и попытаться аккуратно разрезать или подломать, а потом дорезать шею. Не рубите ее топором, потому что вот на этих частях видно, что кость у шеи, она пористая, губчатая. Если вы будете рубить ее топором, у вас получится большое количество крошек, которые вам будут мешать и в бульоне, и, соответственно, в тот момент, когда вы будете шею есть. Я помню, мы в деревне, когда жили, отец держал, у нас были индейки, куры, утки, гуси, все у нас было. И самым большим деликатесом для меня лично были шеи и головы. Мы прям отдельно, мама у нас отваривала в отдельной кастрюле нам с отцом шеи и головы, и мы с ним разбирали это все. Потому что здесь, конечно, совершенно другая текстура мяса, структура мяса. Я даже, наверное, в какой-то момент времени думаю, что шеи индейки можно сравнить с бычьими хвостами. У них тут суставчик по-другому устроен, поэтому не очень удобно. Но, используя маленький нож, можно спокойно вот так вот их разделять. А потом, смотрите, вот если я беру, например, большую шею, в куриный там что жрать? Их нужно наварить сотню штук для того, чтобы хоть как-то мясо там получить. Здесь вот, смотрите, здесь прямо аж вот руками чувствуется огромное количество мяса. Кость тоже большая, но мясо здесь столько. Я иногда покупаю, когда мне охота вот сесть у телевизора. Навариваю себе гору шеи. Ну, вот сколько у меня в кастрюлю входит. И сижу как с чипсами с ними. Разбираю. Собаки, правда, с ума всегда сходят. Потому что это так вкусно. Они скулят все время, типа, мне шею дай. Да, Дуси? Вот так вот. Смотрите, что я сделал. Я разделил шеи и положил их в кастрюлю. Теперь я сюда добавляю соль. Сразу, да, все делаю сразу. Не надо там куда-то что-то ставить и так далее. Все, раскидали, накидали. Солью засыпали. Лавровый лист с окошечка сняли. У меня ветки уже оголенные. Скоро придется идти на рынок за новой порцией лаврового листа. Перец, 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 перец. Черный можно сразу горошком. Но я всегда, знаете, что рекомендую делать? Чтобы он ярче раскрывался, его нужно немножко высыпать в горошек. Вот так вот. И раздавить плоскостью ножа. Даже если раздавились не все горошины, то часть горошин, которая раздавлена, она отдает яркость. Интенсивный аромат черного перца в бульон. Теперь я заливаю воду. Так, чтобы индейка была покрыта. И ставлю на плиту после закипания. 35 минут варим на медленном огне. Как только закипел бульон, ну, в общем, в нашем случае это же не бульон, это мы шеи варим. Но бульон, конечно, будет вкусный. Потому что индюшачий бульон, это вообще бомба. Гораздо вкуснее, чем куриный. Так вот, снимаем пену обязательно с самого начала. Есть умники, которые доведут там кипение до адского. И ждут, когда же вся пена образуется, а потом я ее сниму одним махом. Нет, так не получается. Нужно постепенно снимать вот эту вот пенку сначала. То есть ее надо несколько раз снимать, для того, чтобы получить максимально кристальный красивый бульон. Я предпочитаю есть шеи без гарнира, но хочу сказать, что нужна для них определенная намазка. Можно, конечно, их есть и так. Смотрите, что я делаю. Я всегда по холодильнику. Рыщу, рыщу. Смотрю, что у меня есть из зелени. Любая, любая вообще зелень, которая у вас есть, желательно побольше. Ее нужно мелко-мелко-мелко порубить. Вместе вот у меня был еще маринованный перчик, который я тоже всегда говорю. Консервы используйте для приготовления различных добавок вкусовых, потому что консервированные продукты, ну, в частности, соленый грузинский перец, очень хорош всегда вот в подобного рода на масках или в дополнениях. Вообще есть такое понятие, как соус чимичури. Трехтравный, пятитравный, даже есть восьмитравный. Поэтому можно считать, что это и есть примерно чимичури. Только он у меня из зеленого лука, кинзы, укропа и соленого перчика. Когда я порезал зелень, нужно пройтись еще 2-3 раза, чтобы масса была мелкодисперсной и однородной. Так, и чтобы все вкусы объединились. Вот еще важный элемент. Очень часто дома валяется в холодильнике умирающая зелень, и она очень хорошо подходит вот для такого рода всевозможных добавок. То есть вы можете просто отварить любое мясо и добавить к нему вот такой вот соус. А к шеям индейки он подходит просто вот как, не знаю, как вода и рыба. Так, смотрите, травы здесь, сюда обязательно добавляем соль, потому что сколько бы мы не целили бульон, у нас все равно шея не будет достаточно соленой. Но лично для меня, знаете, если кто-то меньше ест соли, то, может быть, и не добавляйте сюда соли. Потом нужно добавить сюда оливкового масла, чтобы получилась вот такая вот густая паста, но не суп. Масла не должно быть слишком много, оно должно всего лишь склеить нашу зелень и объединить вкусы. И, конечно же, лимон. Ну, не сам лимон, а сок лимона. Давите, не стесняйтесь, кислоты здесь должно быть хорошенько, потому что, во-первых, много масла, оно стабилизирует кислоту, а, во-вторых, ароматные травы очень любят вкус лимона и раскрываются под воздействием кислоты лимона. Смотрите, получилась вот такая вот вкусная, ароматная, травяная намазка. Но это еще не все. Чеснок. Просто небольшой кусочек. Нужно мелко порубить его. Можно немножко вот так вот растолочь, чтобы он был ярче. И отправляю чеснок, куда бы вы думали, в кружку, в кружку, вот сюда. Смотрите, я, честно признаться, забыл про них, они у меня варились час. Но, судя по тому, какая у них консистенция, я понимаю, что это неплохо. И час, как раз-таки, я думаю, самое подходящее время для того, чтобы мясо стало мягким и нежным, и прекрасно снималось с кости. Я выкладываю красивые мясистые куски индюшачьей шеи на тарелку. Ах, горячее, но очень ароматный получился бульон. Дожди-ка, дай-ка ей нам мясо. Вот, молодец. И пока шеи горячие, их нужно моментально покрывать нашей намазкой, потому что здесь содержится масло, которое не будет давать возможности, ну, то есть, в воде выпариваться от температуры. Так очень часто бывает, что повара на кухнях, знаете, как бульон отварят, потом мясо выложат куда-нибудь, чтобы оно остывало. И за это время из мяса вообще выходит вся влага, которой и так и не было. Если, например, в ресторане варят из заморозки бульоны, конечно, мясо превращается в сухарь. То, когда мы сварили шеи, конечно же, мы их должны кушать горячими. Конечно же, мы их должны поедать сразу же после того, как мы их сварили. И, конечно же, бульон. Для чего я чеснок-то сюда давил? Потому что в шеях много костей, и бульон получается такой наваристый. Он довольно прозрачный. Я его просто заливаю в кружку. Сюда можно добавлять зелень, можно не добавлять зелень. Кому как нравится. Самое главное, что тот чеснок, который внутри, сразу же заваривается кипятком. Я от него такой аромат разговариваю, и у меня аж слюни текут от него. Это очень простое, вкусное, такое деревенское, не знаю, как бы это правильно выразить, домашнее блюдо. Здесь нет никаких каких-то диких ингредиентов. Это просто вкуснейшие шеи индейки, на которых огромное количество мяса. И те, кто любят пообсасывать косточки, это, конечно, для них рай. И не забывайте, вкусный индюшачий бульон с чесноком вам на запивку. Приятного аппетита, друзья! Оставайтесь с нами, следите за нашими обновлениями, ставьте лайки, пишите комменты. Я буду вам отвечать на них. Ну и, может быть, впоследствии снимем что-то то, чего вам не хватает, и какие просьбы у вас, например, появятся. Приятного аппетита! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!